Субтитры сделал DimaTorzok Кроме того, героев ждут 6 непростых испытаний. Экстремальные фотосессии, неожиданные выступления, каверзные вопросы на интервью. Все то, чем наполнена жизнь артистов. В финале победитель подпишет контракт с лейблом Black Star и станет новой черной звездой. Третья неделя проекта принесла героям новое испытание. Добрый день. Здравствуйте. Хочу вам представить своего бизнес-партнера, также учредителя компании лейбла Black Star Inc., управляющего музыкальным лейблом Вальтер. Приятно, что это. Приятно. Ну, как у вас дела? Все хорошо? Да, все хорошо. Ребята, что я хочу вам сказать? Вы должны как бы поменять полностью себя. Нужно стать другими людьми. Вам не надо ничем бояться. Вам не должны быть никакой барреры. Вы должны как бы верить в себя и стать на верх. В общем, следующее задание, которое мы с Вальтером для вас приготовили, оно имеет некий такой метафорический характер. Она олицетворяет подъем на некий Олимп. Даже дело не в том, что на вершине мало места. Дело в том, что туда очень сложно добраться. Поэтому следующее задание, оно как раз носит препятственный характер. Мы с удовольствием посмотрим, как вы с ним справитесь. Удачи. Спасибо вам. Спасибо большое. Задание пятое. Путь к вершине. Участники отправляются на скалодром, чтобы покорить первый Олимп в своей новой жизни. Мы зашли, я просто был в шоке. Короче, стены с камнями, по которым нужно лезть до самого конца. Герои переоделись и разбились по парам. Кто из них быстрее доберется до вершины? Ну что, вы готовы? Готовы. Ну тогда на старт, внимание, марш! Давай-ка, давай-ка! Ого! Давай! Я думала, они прям... Да, я что же думал. Я тоже сейчас думал. Это не так-то и просто, я вам скажу тебе. Давай, ползи! Давай-давай-давай! Со стороны, ну кажется, что там все просто. Оказывается, что там на вот этих камушках не везде есть за что зацепиться. Они могут быть просто круглыми, и в этом весь подвох. Смотри медленно. Не спеши, давай! Я думал просто, как, как это делать. Но когда залез, понимаю, что там раз, надо зацепиться, два, надо зацепиться. И что, вот это... Кира, давай! Давай-давай! Давай-давай, догоняй! Вообще четко, молодцы! Воу-воу-воу! Давайте-давайте, чуть-чуть! Аккуратнее лезем, не срываемся! Выполняют одно и то же задание, тут хочешь-не хочешь, появляется конкуренция, это уже, то есть, такие, на каком-то инстинкте животным, что ли, срабатывает, что хочется победить. Е-е-е! Отпускаем-ка! Молодцы! Молодцы вообще! Что-то я сейчас так посмотрел, я понимаю, что это вообще... Идет следующая пара скалолазов. И как оно? Оно у меня прям перед лицом будет, да? Да, между собой сидят. Там есть, типа, ну, ямочка, а вот нету, вот я почему-то так соскочил, да? На старт! Внимание! Девчули! Марш! Давай-давай-давай-давай! Не спешай, не спешай! Не спеши, не спеши, не спеши! Щупайте! Щупайте! Нащупайте каждую штучку! Фига! Не спеши, все, расслабься! Да, не торопись! Нащупывай там, где есть, куда попасться! Потихоньку, да, нащупывай ямки вот эти и лезь по ним, вот видишь? Плоскость была наклонная, и я боялась, что могу сорваться, что-нибудь повредить. Я же все... Хватайся! Подтолкните его туда! Подтолкните его туда! Тебя все время тянет назад, и ты начинаешь ползти, и там у тебя отказывают руки. Ты руками зацепилась, смотри, четко, куда ты ногу ставишь. За красную, за красную, за красную! Какой ковальник там вообще? Вообще, ну... Нет, 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 держись! Держись, 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 держись! Я думал, что как раз вот Дана будет одна из тех, кто не доползет вот поначалу, ну, как раз, если брать вот эту середину. У меня руки сейчас... Не торопись, не торопись, не торопись! Кричем не жестко! У меня сейчас руки, реально! Давай, давай, аккуратней! Не разговаривай, не торопись! Кока вы же почти! Тебя никто не... Давай, давай, давай! Ну... Просто руки, они просто вот, они просто отказали в какой-то момент, такого не было никогда. Ничего, ничего, малышка, давай! Давай, делай! Не торопись, ты до конца зато доделай! Все! Молодец, сколько есть! Потихонечку, потихонечку, ну, сделай! Когда я подходила к концу, я чувствовала, у меня вот здесь прям такая слабость в руках, у меня кровь отлила в плечи. Я чувствовала уже, что вот сейчас сорвусь. Но переборола в себе это чувство, прям говорю, давай, давай, Клава, и дошла, и было очень надо. Может, давайте поднимем ее просто? Давай, 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 потихоньку, ноги, смотри, куда ноги ставишь. Не торопись, не торопись, левее, бери еще. Молодец, бери еще. Есть! Через не хочу, не могу, через какие-то нервы, то есть она переступила где-то через себя, то есть, ну, и показала, что она может. Молодец. Готовы? Да. На став, внимание, марш! Ну, и дос вообще. Что за псих? О, блин, слушай, как паук. Он просто как паук. Ну. Посмотри, раз, два, и все. Он на руках, да? Красавчик. Взлетел я туда, в общем, самый первый, как Человек-паук. Просто я добрался туда чемпионом, стал в этом соревновании. И, в общем, сегодня я победил. У-у-у! Нистяк. Так. Огонь. Было такое ощущение, что вот-вот я сорвусь в любую секунду. Есть. Олега, давай! У-у! Огонь. Вы пролезли трассу, я не думал, что вы все пролезете эти трассы, они достаточно сложные. Поздравляю вас, вы прошли это испытание. Спасибо. Спасибо. О-о-о! Спасибо. Вы отлично справились с заданием, и, что самое главное, все добрались до вершины. У каждого, конечно, это заняло разное количество времени. Ну, были моменты безопасные, ребята, конечно. Я понимаю, что у вас был цель, либо тот был первый, или тогда, но главное безопасно. Потом, если человек ноги там может себе сломать, представляю, артист без ноги не может ходить как бы на сцену, да? Да, но в этот момент безопасно это тоже очень важно. Ну, с другой стороны, надо отметить большое желание и мотивацию, при том, что ребята забыли там про технику безопасности местами. Они очень хотели туда обратно это отметить. И особенно отметить твое упорство. Все-таки с 20-го раза Олимп покорился. Все-таки был покорен, да. Вот, и надо отметить твою скорость, да. Паук. А тебе раньше это занимался? Нет. А как-то пушил, что? Не знаю, такой легкий, мобильный. Человек-паук? Человек-паук, сто процентов. Полезное качество. Сможет по фермам на сцене лазить. Без проблем. Это очень хорошо. Еще раз позовала, ребята, как бы... Спасибо. Спасибо. Да, посмотрим, что будет на следующей этапе. Спасибо. Спасибо. Пятое испытание оказалось по силам всем участникам. Боссы остались довольны результатом. Но предупредили, им не нужны на вершине артисты со сломанными ногами. Пока остальные претенденты набираются сил перед очередным заданием, Клава отправляется на свидание с Егором Кридом. О, Боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О, Боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама. Вот это да! Привет! Привет! Очень приятно. Меня зовут Егор. Присаживайся. Я уже заказал нам поесть, так я не ел сегодня весь день. Будет отлично. Ты, наверное, с концертов? Нет, я хочу сказать. Я со студии. И, честно говоря, больше всего хотел с тобой увидеться. Серьезно? Потому что, ну, ребята, у них там рэп, мафия, все такое. А у тебя все-таки более такое, что мне ближе. Отлично. Ну, значит, мы с тобой будем разговаривать на одном языке и на одной волне. Хотя про рэп мы тоже можем поговорить. Я как бы... Да, ты же в прошлом рэпер. В прошлом, да. Кстати, да, расскажи, как вот... Ты же был рэпером, сейчас ты поешь. Вот как так получилось, что ты решил поменяться? На самом деле, мне кажется, что артист и музыкант не должны себя сгонять в какие-то рамки и форматы, и не должны себя кем-то называть. То есть рэпером или кем-то еще. Слушай, а вот ты вот в Блэк Старе, ты ведь один такой, получается. То есть такой вот выбиваешься. Ты не такой, ты не такой. Да, да. Вот как к тебе относятся там вообще ребята? Слушай, наверное, так сложилось с самого начала, когда я, спасибо, попал в лейбл Блэк Стар. Была вот некая мафия и такая игра командная лейбл Блэк Стар, и появился такой парень, не похожий на всех. И так получилось, что, наверное, уже сколько, три года я на лейбле, и три года я чуть-чуть развиваюсь отдельно от всех. Вот. То есть у меня музыка немного отличается направление. Но это не говорит о том, что там мы как-то сторонимся друг друга или нет, мы все так же одна команда и так же друг друга поддерживаем. Егор, расскажи, вот с чего вот началось это основление? То есть у тебя в семье музыканты, родители? У меня музыкальная семья. У меня мама пела в институте, папа, у него была своя группа в универе. И сестра с самого моего рождения, там, гоняла Бритни Спирс на всех кассетах, пересматривала все ее клипы, и я в этом рост как бы крутился. И в два года брал гитару, перебирал пальцами и пел. Комбат, ботяня, ботяня, комбат, ты сейце не пятал за спину, ребят. Знаешь, это так все было смешно, и мы снимали все это на кассеты, и музыка была все время вокруг меня. И потом в возрасте уже 12 лет, я уже там в 11 даже лет, я познакомился с одним парнем, а он занимался этим, я начал делать рэп, начал участвовать на различных баттлах, интернет-историях. Потом стабильно делал по две песни в неделю, потом популярность набирала обороты, в интернете я становился более популярным, потом начал снимать видосы, они тоже набирали кучу просмотров. Потом я выпустил клип на песню «Любовь в сети», но я не буду рассказывать всего этого. Именно по этому клипу я тебя узнала. Из-за этой песни, в принципе, меня взяли на лейбл Blackstar. И самое главное то, что у всех артистов в лейбле есть свобода в творчестве, то есть тебе ничего не навязывают, то есть ты свободен, ты делаешь то, что ты хочешь. То есть ты можешь сам писать, да? Ты сам пишешь? Я все песни пишу сам, да. У меня есть замечательная команда. Мы с ребятами очень дружим и очень плотно работаем, там, вплоть до того, что когда у меня там были некие проблемы в личной жизни, я жил просто на студии, мы каждый день писали песни, альбом. Как раз вдохновение, да, все такое? Да, оно приходит. Ну, я понимаю. Самое главное, что тебе нужно знать, есть некие минусы у становления, там, артиста. То есть забудь про личную жизнь вообще. То есть личной жизни нет. В свободном времени нет. Сна нет. Сна нет, то есть спишь ты все время в самолет. Сколько ты сегодня спал? Сегодня я, слава богу, поспал 5 часов. Слава богу. Да, это много. И я спал на своей кровати, обычно я сплю либо в гостиницах, но чаще всего в самолетах. И в постоянной концерте ты все уже спят? Концерты, концерты, концерты. Я просто слежу за тобой в Инстаграме, там у тебя капец. Я сегодня там, сегодня там, там, приходите туда, туда. Ну, самое сильное безумие у меня было в мае 2015 года. Там выпускные, потому что, или что? У меня было 32 концерта. Да, это было безумие. То есть по два в день я сходил с ума. Но у этой работы есть огромный плюс. Ты занимаешься тем делом, которое тебе нравится, и получаешь еще за это деньги. Конечно, конечно. Я бы очень хотела жить так как-то. Многие артисты всегда ищут фишку. Как же нам выделиться, что же нам сделать? Надо быть просто собой. Поэтому выходи на сцену и срубай кучу оваций, и пускай все в тебя влюбятся. Спасибо большое, спасибо. Давай. Новый день и последнее задание от Тимати перед финалом. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Хочу представить вашему вниманию своего партнера по лейблу Blackstar Inc., а также генерального директора компании Blackstar, Пашу. Привет, привет, ребят. Привет. Какой у меня короткий вопрос. А все вообще любят работать? Обожаю. Смотря где. Насколько вы работоспособны, скажем так? Максимально. На сто процентов. Да? А вы знаете, что значит вообще работать на сто процентов? Есть, есть, я. У вас сегодня будет необычное задание такое. У нас есть своя линия одежды, и вы сегодня поедете в один из магазинов, и у вас будет очень короткий период времени, чтобы показать реально, насколько вы умеете работать. То есть вы же артисты, вы должны себя продавать. Вот вам придется попродавать и там. Вещи? Вещи. Вещи. Нам нужны выручки, нам нужна хорошая работа. Мы сегодня посмотрим, кто из вас лучше в этом. Лучший продавец. Хорошо? Кто считает, что он лучший? Не знаю. Никто не считает? Это сложно. Скромно, скромно. Ну давайте, ладно, идите, вечером посмотрим, кто из вас лучший. До вечера. До вечера. Задание шестое. Торговля в магазине. Сможет ли Клава, работавшая продавцем обуви, сделать самую большую кассу? Что, погнали. Давай, удачи. Удачи, Олег. Девушка, а что вы желаете? А вам говорили, что сегодня всю продукцию с цифрой 13, скидка действует? Я вам советую. Есть одна штука, очень крутая. Сейчас, в секунду, где-то она тут была. Общение тет-а-тет с людьми на самом деле иногда меня очень сильно стесняет. Но сегодня как-то было очень интересно. Знаете, может, подберем вам именно комбо? Снизу именно с белой футболкой будет круто смотреться. Можно. Давайте попробуем. Вот. И вот, пришлось. Олег, как дела, Олег? Ну, как вам девушка? Я думаю, я возьму его костюм. Костюм, да, возьмете? А футболку не будете брать? Нет, не поймете. Что, начинается моя карьера. Ну, давай. Не хочу никого обидеть, но я не считаю, что это профессия для мужчин. Добрый день. Подсказать вам что-нибудь? Шапочку хочу. Шапочку какую? Черно-бордовую. Да, макушечку. Как это за жирно? Макушечка, чтобы такая была. По хип-хап. Ну да, да. Ну да. Пойдемте на кассу. Здравствуйте, добрый день. У нас скидки 13% на вещи с цифрой 13. У вас есть дети? Давайте выберем детям. Футболочки, рубашечки. Девушка, здравствуйте, давайте я вам подскажу. У нас сегодня скидки 13% на цифру 13. Я понял. Женщина, давайте мы вам подскажем немножко. Мы молодежные, стильные, знаем моду. Нет, спасибо. Это передача «Антиуспех» с Эдуардом Баграновским. Я в продаже первый раз. Вообще не был продажи. В продажах не был и не было такого опыта. А сегодня просто сходил с ума. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я суперчеловек. Знаете, мне нужна рубашка в клетку с 13. Это на мальчика? Маленького? Манюня? Утипути, да? На 20 лет мальчика. А, 20 лет? Это, наверное, вот здесь, да? Да, ну какой-то вот ему, знаете, равням. Вот 13. Ну возьму, конечно. А как зовут его? Сергей. Сергей. Ну вот, Сережа будет рад. Нет, он будет рад, он меня послал сюда. Да, специально за этим. Здравствуйте, могу вам чем-то помочь? Это как игру, если воспринимать. В целом это очень классно получается. Прям очень крутая игра, квест такой, продать бабушке портфель там. Здравствуйте. Сколько он стоит? Это у нас стоит 3,990. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, очень удобный. Хотите? Да, я сам с таким хожу. Надо купить такой мир мальчика. Хотите? Почти. Угу. Где люди? Люди, где люди? Помочь? Здравствуйте. А вот там детский костер. Из детского что? Вот детское. Можно посмотреть. Нет, ну для девочки сам. Ну ладно, приходите, может быть будет потом, попозже. Сама коммуникация вот с людьми, у меня это хорошо получается. Ну просто вот разные клиенты попадались всем. Помочь вам может быть? Я думаю, что цвет понравился. Да, цвет красивый. Очень крутый, мне нравится. Да, офигенный. Да. Берете, да? Да. Тогда я отнесу на кашу. Очень? Угу. Это было очень весело. И это, наверное, самое главное, что было вынесено из сегодняшнего задания. Здравствуйте. Мужской отдел там. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете помочь тебе? Просто помочь. Окей. Если хочешь что-то, ты можешь спросить. Я помочь тебе, окей? Спасибо. В жизни я кем только не работала. Продавали какие-то помидоры, когда мы были совсем маленькие. Потом мы раздавали листовки, потом я продавала сим-карты, потом я работала где-то в магазине. Может быть, я могу вам помочь что-нибудь? Да мне какую-нибудь толстовку или свишотную. Ну вот свишоты, вот у нас висят. Вот такие, вот это хит-продаж. А еще, знаете, могу вам предложить? У нас на скидках, вот тут и кофта, и штаны за 5000 рублей все вместе со скидкой. То есть отнесите примерочного? Да. Давайте. Ой, она самая крутая, кстати. Мне больше всего понравилось. С большим интересом сейчас обсудим результаты вашей торговли и результаты вашей первой работы, потому что для кого-то, наверное, это была первая в жизни работа. Наша первая работа с Пашу была, мы сначала мыли стекла у себя на районе. На переходах. Да, в переходах. А потом продавали очередь, когда Макдональдс на Пушкинской открылся. Вот. Там очереди были по 3-4 часа. То есть человек за бургером стоял 4-5-6 часов. По 2 километра вот так змейка была от Пушкинской площади вниз, по Тверской. Соответственно, о том, как работать, нам смысла рассказывать нет. Мы это знаем наверняка. И с удовольствием приступим к обсуждению ваших результатов. Да. Какие у кого сегодня результаты были в итоге? Ну, у меня сегодня самая большая продажа была. То есть ты сегодня лучший? Ну, видимо, так. Сколько? 8 тысяч, почти 9 тысяч. В итоге клиент ушел довольный. А кто меньше всех продал? Мы сданы, наверное. Да, к сожалению. То есть вы не умеете продавать себя? А там дело в другом было. А, то есть вы хотите сейчас найти причину оправдания? Да, оправдание действительно, то есть там весомое. Вы знаете, кто оправдывается, да? Оправдываются только лузеры. А я продала кофту, еще кофту. Еще кофту? Нет, да, еще кофту и шапку. Как так получилось, что ты не стала лучше? Ты же занимаешься продажами. Ну, я не знаю, это же такой фактор. То есть тут могут прийти люди купить, а можешь, то есть могут зайти люди, высадить из себя всю энергию, все вообще, все, и сказать, ну, мы подумаем. Да. То есть, да. Ну, я вообще не только продавец, я много где работать. То есть ты не взяла судьбу за специальные два места, да, в этот раз? Нет, я взяла, но не удержала. Не удержала? Главное, чтобы на проекте ты это удержала. Я удержу, да. Да? Ну, это 100%. Хорошо. Давайте тогда все. Спасибо. Всего хорошего. Молодцы. Спасибо. На шестом задании лучше всех себя показал Олег, а не Клава, от которой все ждали победы. Но в любом случае участники доказали, что готовы работать ради результата. На следующий день Эдуард отправился в спортзал, на встречу с Сашей Честом. О, хорошее место для встречи. Саля. Спасибо, тренер. Салют, бро. Салют. Хватай перчатки. Давай позанимаемся. Аккуратно. Держим руки. Руки держим. Дышим, дышим. Ах, ты есть. Есть. Расслабчик. Расси. Ну, вот это был спарень, чест. Вымотал меня полностью. Ты шустрый, резкий. Пару раз я поймал хорошо. Это наоборот, наверное, я один удар, ты три. Это жесть просто, четко. Давно так не бегал. Очень круто. Спасибо. А у вас все, да, по спорту? Все. Лёва, баскетбол, кто-то футбол, кто-то бокс, тренажерный зал. Это приветствуется, это стандарт, да, наверное? Конечно, артист должен жить долго, у него сердце должно работать. Чем больше контракт, тем лучше. Семь лет, еще семь лет, десять, двадцать лет. Сто процентов. Вот, нагрузки бешеные, поэтому надо держать себя в тонусе, иначе просто не вызов вообще. Мы за спор, да? Да. А хотел спросить у тебя, Тиман, рассказывал, да, ты был на прошлой битве в молодой крови и не прошел. А как так получилось, и ты снова здесь? Ну, там пришел, прошел отборочный тур. Первый тур прошел, перешел второй, и там как-то включили не тот инструментал, что-то заломовался, в общем, да. И пошло все не так, как планировал, в общем. Ну, мы оставались на связи, обменялись контактами, я прислал какие-то новые треки, записывал в течение года, полутора даже, до кого-то тринадцатой, почти два года. То есть отправлял новые, дорабатывали, что-то нравилось, что-то не нравилось. И вот так получилось, что лучший друг зацепил, да, и пошла дежуха. Черт, короче. И уже все буквально-то глазом не успел мгнуть, уже снимаем клип на Красной площади и уже подписываем контракт. Вообще круто. Спасибо за тренировку, бро. Увидимся в офисе, удачи, делай треки. Люди ждут. 100% делаем треки. Все хорошо, до встречи. Давай, давай. Третья неделя на проекте оказалась самой успешной для участников. Каждый из них смог справиться с финальными испытаниями. Надеемся, это придаст им сил. Ведь впереди у ребят отчетный концерт, на котором и решится их судьба.